Вы смотрите отзыв об отеле Justus. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником xln-a, который был в нем в 2015 году. Отель забронировала через букинг. На все мои запросы по поводу переноса дат отвечали вежливо и оперативно, так как визу делала сама, то отнесла в ВЦ и подтверждение букинга и подтверждение из отеля. Расположение отеля шикарное. Понимаю, что, наверное, все отели старого города удачно расположены, но цена на Justus была более приемлема. В Ригу мы прилетели в 10 часов, заказала 3 такси по телефону 8880. По цене получилось в двух раз дешевле, чем у Air Baltic такси. Но так хорошо получилось только один раз. Когда попытались заказать такси для поездки на концерт, оператор не перезвонил. Сделала вывод, что через сайт заказы не исполняются только по звонку. Номер был уже готов, а за позднее выселение взяли плату в размере 45 евро. Отель находится на самой кинематографичной улице Риги Джанайло 24. И каждый отзыв про этот отель начинается, конечно же, начинается с фразы, что на этой улице находится Бейкер-стрит 221 Би и Цветочная улица, последняя, что видел Плейшнер перед смертью. Дверь в квартиру Шерлока Фолмса – самое большое разочарование в Риге. Так выглядит это в фильме, а так на самом деле. Сама улица Яунела возникла в конце XVI века с северной стороны Домского собора после возведения каменной ограды 1599, отделившей церковное кладбище от городской территории. Некоторые из домов, примыкающих к Домскому монастырю, построены над старым кладбищем, где во время раскопок был обнаружен погребальный инвентарь, частично относящийся к XII веку. Может быть, поэтому рядом со входом в отель на стене можно заметить распятие. Чуть дальше находится дом, в котором жил Петр I, любивший Ригу и наведывавшийся сюда 10 раз. Четыре года назад на доме, до сих пор называемом Дворец Петра по адресу, улица Паласта, 9, что торцом выходит на Яунела, торжественно открыли памятную табличку. В этом доме с 1712 года останавливался российский император Петр I 1672-1725. Расположение, повторюсь, очень хорошее. Отель граничит со стенами Домского собора и все основные достопримечательности в быстрой пешей доступности. Это одновременный плюс и минус отеля. Так как добираться из аэропорта или с арены Рига приходится или на такси или на общественном транспорте, остановке которого не так уж близко. Кирпичные стены создают атмосферу средневековья, а картины добавляют таинственности. Номер. Сначала показалось, что ночью под тонкими одеялами можно замерзнуть, однако это был ошибочный вывод. Единственный минус это то, что в ночь с пятницы на субботу на улице было немного шумно, но меня как всегда спасли беруши. Еда, завтраки в ресторане Алекс на первом этаже. Завтраки понравились, обслуживание тоже, обедать ходили в Лида, которая располагалась практически за углом, но опродаваемый везде глинклейн спасал от промозглой погоды. Вай-фай бесплатный, причем мой телефон подключался к сети уже на подступах к котелю. Вообще с бесплатным интернетом в Риге мне показалось дела обстоят очень хорошо. На улицах телефон всегда ловил и подключался к какой-нибудь бесплатной сети. Два экскурсии брала у Елены, мандарина тревел. Она отнеслась к нашим требованиям очень трепетно и несмотря на просто гадкую погоду, все провела на 5 плюс ну. А дальше уже самостоятельно прокатились на туристическом автобусе City Tour, поднялись на башню церкви Святого Петра и на 26 этаж глухого тела Латвиджа, послушали орган в Домском соборе, сравнили ярмарки на площади Домского собора и на площади Ливов с московскими, заглянули на рынок и пробежались по торговым центрам. Не обошли вниманием и путь рождественских елок, правда все охватить, конечно же, не смогли. Завершающим аккордом явился концерт Андреа Бачелли на арене Рига. Рига очень понравилась. И запомнилась не дождливо-снежный, а яркий новогодний и сказочный. Рассказ об экскурсиях. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok